Здравствуйте! Добрый вечер! На телеканале Антенна 7. Время новостей. Я Евгений Нифанов. И вот о чем речь. Соглашение о сотрудничестве. Вот это настоящие партнерские отношения. Таких условий мы нигде в стране сегодня получить не можем. На каких условиях в Омск поставят трамваи с завода? Перемены с переменами. Для кого-то активные перемены, для кого-то они в кабинете посмотрят. Мультики пообщаются, походят в кабинете. То есть будем пробовать. Что еще изменится в школах с 1 сентября? Подготовка к сезону. Хочется, конечно, играть быстрый гамбол. Какие перестановки сделали тренеры? А также обзор социальных сетей. Итак, в Омске произведут огромные контейнеры. И в Омск поставят новые трамваи. Сегодня губернатор Александр Бурков подписал соглашение с Уралвагонзаводом. В состав этого концерна входит омское предприятие «Омск Трансмаш». Партнерские отношения уральцев и омичей успешно развиваются уже много лет. В этом году «Омск Трансмаш» отмечает 100-летний юбилей. А на его площадке по-прежнему и собирают легендарный танк Т-80 и запустили новое производство контейнеров. Выгодное сотрудничество получило и новую грань. Мэрия Омска выбрала Уралвагонзавод поставщиком для 24 новых трамваев. Причем на очень выгодных условиях. Стоимость контракта составляет 688 миллионов рублей. Но, что важно, с пятилетней рассрочкой. Вот это настоящие партнерские отношения. Таких условий мы нигде в стране сегодня получить не можем, чтобы получить новые современные трамваи. Поэтому это начало дальнейшего большого пути. Ну и контракт, который сегодня реализует компания УВЗ «Территория Омска» это производство 40-футовых контейнеров, рефрижераторов. Это тоже новые рабочие места в дальнейшем и налоговое отчисление в областной бюджет и муниципальный. Абсолютно поддерживаю идею о сохранении и развитии вопроса по рабочим местам. Ну, в этом году нам исполняется 100 лет. Я имею в виду танкостроение для нас Омск. Один из ключевых городов, где развивалось, сохранилось и приумножается компетенция производства наших танков. Танки Т-80 сегодня известны во всем мире, а после того, когда было принято решение защищать нашу арктическую зону, то только Омск Трансмаш может это сделать. Итак, до конца 2020 года концерн «Уралвагонзавод» поставит в Омск 24 новых трамвая. Вагоны обойдутся городом в 688 миллионов рублей, а рассчитываться за них будут в течение пяти лет. Модель 71407 «Спектр» тестировали не только в Екатеринбурге, но и в Омске. Один вагон с февраля ездит по улицам нашего города. Он нумерован цифрой 7 на борту. Ну а это цех «Уралвагонзавода», где собирают такую модель. Добавлю, что максимальный трамвай разгоняется до 75 км в час. За 11 секунд набирает скорость 40 км в час. Темпы пандемии коронавируса в Омске и области заметно упали. Плюс 27 новых случаев за минувшие сутки, таковы данные Минздрава области. География распространения локально. Омск 22 новых случая заражения COVID-19, Азовский район 3. По одному новому случаю заболевания в Любинском и Одесском районах. А вот смертность с коронавирусом в области прежняя. Вновь скончались 4 пациента. Общее количество выросло до 167 с момента начала пандемии. Итак, если еще 10 дней назад в области выявляли по 100 случаев коронавируса и больше, то в конце прошлой недели этот показатель упал до 54, 4 и 57 случаев. А сейчас сразу до 27. Очевидно, если такая динамика сохранится, в следующий понедельник можно ожидать новых послаблений от оперативного штаба Омской области. Всего в стране за сутки 4696 новых диагнозов коронавируса. Только каждый четвертый без клинических проявлений болезни. В лидерах среди регионов страны по приросту новых случаев Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ростовская области, Хабаровский и Ставропольский край, Нижегородская и Свердловская области. Ну а на следующей неделе дети пойдут в школу. Затянувшиеся из-за коронавируса каникулы подходят к концу. Однако пандемия никуда не делась. А значит, учебный процесс во всех 152 школах, лицеях и гимназиях города организуют иначе. Что ждет учеников и учителей? Промазки, антисептики, термометрию и социальную дистанцию за партами и на переменах. Наш сюжет. Все средства личной гигиены у нас было. В этом году присоединился антисептик для обработки рук. Насколько хватит литровой бутылки антисептика, если в классе 30 человек? Такую задачку Лариса Николаевна придумала детям на 1 сентября. С нового учебного года воздух в кабинетах младших классов будет обеззараживать рециркулятор. Где нет стационарного, отработает переносной. Переносить прибор из помещения в помещение будут по графику. Но нет пока у школ возможности купить недешевый аппарат в каждый кабинет. За партами ребята будут сидеть парами, как и раньше. Детей много. Маски по желанию. Пятиклассник Миша согласен сидеть даже в резиновых перчатках, лишь бы вместе с друзьями. Скучно. Не видишься со стоногласниками, нельзя поговорить, поиграть. Ну и так. Начинаешь в депрессию попадать. В депрессию даже? Да. А расскажи, сейчас перемен, я так понимаю, не будет, да? То есть нельзя будет. Как думаешь, что вы будете делать в перерывах? Ну, скорее всего, просто сидеть, отдыхать от уроков. Списать домашку на перемене не получится. Во-первых, социальная дистанция. Во-вторых, на перерыве директор уже запланировала перекус и развлечение. Мы постараемся, во-первых, питание производить так, чтобы кто-то во время перемены пошел, кто-то в конце урока, кто-то в начале следующего урока. То есть, поэтому перемена вот такая будет для всех, она по-разному будет организована. Пока еще не пробовали, но будем пробовать. Для кого-то активные перемены, для кого-то они в кабинете посмотрят, мультики пообщаются, походят в кабинете. То есть, будем пробовать. Музыку и ИЗО в 92-м лицее пока будут преподавать дистанционно. По мнению директора, эти предметы не требуют серьезного присутствия учителя. Лишь бы основные дисциплины преподавали очно, волнуются родители. Дистанционное образование очень сильно отличается от очного образования. Но в связи с сложившейся ситуацией, я думаю, что в школе сделано очень многое, чтобы максимально соблюсти все нормы обучения очного. И мы ждем и надеемся, что очное образование все-таки же будет. Будет очное, по крайней мере, до первого заболевшего. Запускать детей в школу будут через три входа, чтобы развести потоки. Каждое утро всем померят температуру. И если она 37,1, ребенка отведут в медкабинет к фельдшеру, вызовут родителей и медиков. А что же будет, если у ученика обнаружат коронавирус? Мы в таком случае действуем с тем предписанием, которое приходит к нам от Роспотребнадзора. В этих документах обязательно прописан порядок действий образовательной организации. Что нужно сделать? Все ли учреждение закрывать частично? Какая обработка? Вот это все принимается соответствующим учреждением, а мы только его исполняем. 152 городские школы запаслись антисептиками, рециркуляторами и терпением. Жаль, здоровьем запастись нельзя. Анна Рыбина, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Историко-культурный центр «Омская крепость» возобновляет работу. Принято официальное решение. А мечи и гости нашего города могут сразу несколько экскурсий посетить. На открытии нового сезона побывал Владимир Истомин. Теплое ласкающее солнце, свежий воздух, полное безветрие. Чудесная погода для посещения Омской крепости. Нижегородец Эдуард Шипицын читал в социальных сетях об интересной выставке в инженерной мастерской. На первых шагах задержался у схемы путеводителя. В гости приехали к родителям с Нижнего Новгорода. Здесь давно уже не были. Каждый раз приезжаешь и хочется увидеть что-то новое, чтобы было приятно посмотреть. В принципе, все приятно смотреть, потому что ухожено, облагорожено. Инженерная мастерская открыта для посещения. Нужно только заранее знать новые правила. Экскурсии могут быть индивидуальные или в группе до пяти человек. И иметь в виду нынешние санитарные требования. Термометрия на входе, обработка рук, соблюдение дистанции, обязательное ношение маски. Дальше увлекательная экспозиция, содержательный рассказ экскурсовода. Строительство Второй Омской крепости началось в 1768 году. Представлена интересная коллекция предметов того времени. Здесь в основном у нас представлены детали от самих зданий, которые непосредственно находились на территории Второй Омской крепости. Сохранившиеся пушечные ядра, которые здесь можно также наблюдать. Строительные гвозди и церковная атрибутика от Воскресенского собора. Продолжить экскурсию можно самостоятельно. Директор комплекса Григорий Никифоров подчеркнул, что Омская крепость – прежде всего музей под открытым небом. В период паузы обновилась навигация, появились отличные схемы, указатели. План экскурсии можно составить самостоятельно, но лучше послушать экскурсоводов. Люди записываются к нам через… у нас есть сайт «Омская крепость». То есть мы там полную выложили информацию, но она и была у нас, о том, какие мы проводим мероприятия, экскурсии, программы и все прочее. Плюс у нас есть группа ВКонтакте, где в социальной сети мы тоже пропагандируем свои вот эти экскурсии и всевозможные другие мероприятия, которые у нас проводятся на территории. Творческая работа продолжается. Пишутся сценарии, реставрируются экспонаты. В сентябре откроются еще две выставки – «Кукольный дом» и «Урало-сибирская роспись». Они комплектуются в здании цехгауза. Красочность и разнообразие впечатляют. А мечи и гости нашего города смогут увидеть множество ярких, самобытных экспонатов, ощутить эмоции и талант своих предков. Любой желающий может прийти и посмотреть, какая была обстановка и атмосфера в домах их бабушек, прабабушек даже уже. Потому что, к примеру, глядя на этот чудесный комод, можно вспомнить о том, как маленьким ребенком приезжал в гости в деревню к своей бабушке и вынимал из этих ящичков какие-то цветные открытки и какие-то милые сердцу вещи. В перспективе открытие еще одной интересной выставки. Она также будет связана с ремесленными мастерскими. Над ней работают сотрудники музея, историки, краеведы, реконструкторы. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов, «Антенна-7». В соцсети полны жалоб о мечи недовольной качеством дорог, выбросами в воздух и ртыш. Отсутствием павильонов на остановках общественного транспорта Любовь Федорова разбирает проблемы интернетчиков. Жители домов по улице Карбышева протестуют против вышки сотовой связи. Пишут жалобы в интернет. Конструкцию уже установили. Рядом остановка общественного транспорта в следующем доме детская поликлиника. Что у нас в Омске мало пустырей, мало того, что она будет давать излучение, а так еще и качается от минимального ветра. Это же опасно для прохожих, возмущается автор поста. Но другие пользователи паникера не поддержали. Предложили ему выкинуть из дома микроволновку, роутер, телевизор и телефон. Можно шапочку из фольги надеть. Где лофта? Надеется на силу интернета и автор этого поста. На 28-й рабочий больше года назад снесли остановку, а новую так и не поставили. Осенние холода уже не за горами. Где прятаться от ветра и дождя, пока ждешь автобус, непонятно. Беспокоится о МИЧ. Комментаторы продолжили список улиц, где нет остановок. Коммунальная, воинская, 23-я рабочая. Киоски посносили вместе с лавочками и крышей. А дела никому нет. В паблике Омск Лайф высмеяли дорожных рабочих. Подписчик запечатлел на фото, как асфальт укладывают в лужу. В ямах действительно стоит вода. Однако это не преграда для ремонта дороги. Комментаторы гадают, сколько времени прослужит такое покрытие. В этом году вообще мало дорог сделали. Из-за малого количества осадков. А МИЧ ужаснуло огромное черное пятно, которое расплывается по Иртышу. Прогуливаясь по набережной, жители города сняли это видео и выложили в интернет. На кадрах видно, как в реку льется черная вода. В лучшем случае это дождевая вода с грязных омских улиц, предположили комментаторы. Иртыш мелеет, воду добавляют. А МИЧ выловил из реки 11-килограммовую щуку. Сфотографировался со своей добычей и похвастался ей в интернете. Судя по фото, рыбак доволен своим уловом. Но подписчики настаивают, что питаться рыбой, которая водится в Иртыше, опасно для жизни. Продолжаем разбирать посты о МИЧей. Все-таки такую щуку хочется попробовать, особенно фаршированную. К другим темам в Омске меняют опоры контактной сети. Ответственную работу ведет предприятие подведомственной администрации Омска. Его специалисты с ювелирной точностью устанавливают многометровые конструкции. Важно, что на график движения электрического транспорта это никак не влияет. У развязки рядом с телецентром бур уходит на глубину. С этого начинается монтаж любой опоры. Бурильно-крановой установкой руководит опытный мастер. Николай Гайко бурит Омскую землю вот уже 30 лет. А без бурилки как? Ты столб не поставишь. Где-то наклонировал, где-то бетонные полопались, надо менять. Срок службы большинства железобетонных столбов 40 лет. Как только появляются дефекты, специалисты планируют замену. Новенькие опоры исключительно металлические. И срок их службы больше, и нагрузку переносят лучше. Наше предприятие ежегодно проводит обследование для выявления остродефектных опор. По результатам этого обследования составляется график замены опор, ну и, соответственно, сама замена. Бурится отверстие глубиной 3 метра, в неё вставляется опора, выравнивается и бетонируется. Потом выдерживается срок для бетона и уже переводится на новую опору. Старая, соответственно, демонтируется. Наше предприятие старается своевременно выявлять все дефекты опор контактной сети и своевременно их устранять. После установки новой опоры рабочие ночью переведут на неё контактную сеть. Работа в ночное время позволяет не нарушать график движения электрического транспорта. Параллельно меняют и саму контактную сеть. Уже 8 километров обновили в этом году. Эффект такой работы – повышение скорости троллейбусов и трамваев в пути. Евгений Нефанов и Юрий Дорошенко, Антенна-7. «Авангард» успешно стартовал в турнире памяти Николая Пучкова. В Санкт-Петербурге соревнуются 6 клубов КХЛ. В первом матче «Ястребы» одержали волевую победу над Нижегородским «Торпедо». Команды начали игру на встречных курсах, но волжане сумели лучше реализовать свои моменты. Повели за счёт удачного добивания с пятачка, а затем реализовали большинство. Первый период – 0-2. Во втором «Авангард» преобразился. «Ястребы» нанесли 40 бросков по воротам соперника. Арсений Грицук, Корбин Найт и Оливер Каски забросили по шайбе. В итоге «Авангард» вышел вперёд. В третьем периоде увеличил своё преимущество в счёте. На 59-й минуте Сергей Толчинский реализовал большинство. «Авангард» победил 4-2. Команда соперника здорово играла. Лезла на ворота, мы удалялись. Поэтому тяжёлый первый период получился. Потом собрались и лучше стали играть. Больше на ворота, попроще в своей зоне. И тоже сравняли счёт, вышли вперёд. Хорошая игра получилась. Однако начали мы немного медленно. Нахватали удалений, что, разумеется, не радует. Но это предсезонка, и есть возможность попрактиковать действия при игре в меньшинстве. Во втором периоде нам удалось изменить ход игры. Я считаю, мы уверенно провели второй и третий отрезки. Ну а следующий матч «Авангард» играет уже сегодня с «Северсталью». Для Столиваров это будет первая игра на турнире. Затем в пятницу «Авангард» сразится с питерским СКА. Гонбалисты Омского клуба «Скиф» активно готовятся к старту в первенстве и Кубке страны. Команда тренируется по новой методике. В чём креатив, расскажет Владимир Истомин. Активная насыщенная разминка, упражнения с мячом на все группы мышц, связки, суставы. По отдельным нюансам, прихватам, блокам. Начинает просматриваться главная тема занятия – отработка действий в защите. По словам главного тренера «Скифа» Владимира Бетюцкого, команда будет стремиться играть креативно и разнообразно. Но стилевая фишка – цепкая защита и быстрый выход в атаку – остаётся одним из приоритетов. Хочется, конечно, играть быстрый гонбол, отстоять защите и убежать, чтобы в нападении нам много не работать. Будем стремиться над этим работать. Главная задача – отстоять защите и убежать. Появились новые акценты. Задания и нагрузки стали более точечными. В одной тренировке упор на выносливость, в другой – на гибкость или броски. При игре в защите есть свои важные нюансы. Упражнения в разминке подобраны так, что появилась хорошая концентрация, и спортсмены основательно подготовились к работе с мячом. Новый стиль пришёлся по душе и опытным игрокам, и новичкам команды. Главное пополнение пока прибыло из дубля клуба Суперлиги «Динамо Челябинск». Молодой вратарь Юрий Маслов в минувшем сезоне сыграл несколько матчей за главную команду. Ценное качество Константина Валевича – универсализм. Гонболист умеет и надёжно действовать в защите, и вовремя поддержать атаку. В защитном плане я планирую помочь команде, а в нападении принести разнообразие именно в атаке. Бросок у меня люблю из-под игрока. Ну, чаще всего вниз. А в защите, ну, нас учили в Челябинске ложный выход. Ну, на ложном играть. Хитро в защите играть. Ильяса Шалкарбаева и Александра Назарова сложно назвать новичками. Оба спортсмена уже играли за нашу команду. Брали паузу по личным обстоятельствам, но сейчас вернулись в скиф. Быстро втянулись в тренировочный ритм, явно усилят фланговые атаки нашей команды. До этого же уже работал, просто в старое вспомнил. С мячом всегда разминка интереснее, чем без мяча. Как бы покидать сразу с первых минут тренировки, ну, то есть, всегда приятнее. Обилие новых игроков связано с обычным для межсезонья процессом переходов. Скиф покинули четыре гонболиста. Олег Небосенко, Артём Дробков, Дмитрий Абрамов и Вячеслав Шуйский. По мнению капитана команды Владимира Нагорного, взамен пришли сильные игроки. Команда способна играть на прежнем уровне и даже круче. Я не вижу никакой проблемы в том, что ушли забивающие люди и кто теперь будет выполнять эту функцию. Люди есть, которые будут забивать, будут играть, которым есть что доказывать, есть что показывать. Поэтому, я думаю, проблем с реализацией забивания мячей, я думаю, не должно быть. Слова капитана подтвердились в игровых упражнениях. Нападающие финтили точно и мощно бросали слева, справа при выходе один на один. Защитники, особенно дуэт Константин Валевич и Денис Каплан, хорошо взаимодействовали, ставили мощный заслон в обороне. По словам главного тренера Владимира Бетюцкого, есть и резерв. Это молодые омские игроки Даниил Яцура, Максим Сердитов. А кроме того, в ближайшее время должна открыться граница с Казахстаном. Состав скифа могут пополнить еще несколько гандболистов, с которыми есть предварительная договоренность. С Казахстана приедет у нас вратарь, но он уже играл за команду эко-бобры, город Воронеж. Он у нас наш ученик, в Севгувке учится. Но был как бы не нужен в этом году, его отдали в команду эко-бобры. Теперь он возвращается обратно к нам в команду. Второй парень линейный, ну в принципе очень хороший, говорят, линейный, под метр девяносто, 100 килограмм, такой крепкий парень. Тренировочный ритм будет нарастать. На подготовку у скифа около месяца. Первый официальный матч команда проведет в конце сентября в Кубке России. А мячи на своем поле сразятся с клубом «Технолог Спартак» из Белгорода. Владимир Эстонин, Сергей Пайхалов, «Антенна-7». Мотопробегом и соревнованиями по рафтингу отметили в Омске день государственного флага. Акции прошли при поддержке правительства Омской области. Желающих поучаствовать собралось немало. Сопровождаемый рёбом моторов белые ходоки и ночные волки стартанули из парка Победы. Под российским флагом и флагом донорского движения 15 байков прокатились по городским магистралям. Из парка колонна проехала по улице Суворова, Енисейской. 70 лет октября далее по мосту 60-летия Победы выехала на улицу Фрунзе, Красный Путь, пройдя по Соборной площади на улицу Ленина, Масленникова и Богдана Хмельницкого. Финишировал мотопробег у памятника труженикам тыла. Я участвую в этой акции с 2015 года, но я не буду конкретизировать конкретно какие акции были. День, сердце и так далее и тому подобное, когда мы поддерживали медучреждения и тематические акции делали. Ещё несколько десятков амичей пустились в авантюры на Иртыше. Здесь прошли соревнования по рафтингу. Перед стартом команды провели торжественный заплыв под российским флагом. Состязались на реке представители 10 омских предприятий. Соревнования прошли в два этапа. Во время второго участники не сдерживали эмоций. Команды преодолевали дистанцию в 150 метров. Проигравшие сразу выбывали из соревнований. В итоге первое место и кубок победителей получила команда Института приборостроения. На втором месте команда РЖД «Бронза» у омских библиотекарей. Отличная, конечно, эмоция, потому что сложно, потому что интересно. Но, как всегда, главная это команда. То есть, если командная работа есть, то всё получается. Если немножко где-то сбой, то нужно исправлять за всю команду. Завершился день государственного флага ярким световым шоу. Цвета российского триколора окрасили фасад манежа «Красная звезда». Проекцию развивающегося флага периодически сменяли яркие огни, образуя подобие салюта в честь Дня государственного флага России. Все эти акции стали возможны благодаря поддержке правительства Омской области. Любовь Фёдорова, Антенна 7. Таковы новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok